али кришна дорогие предны итак мы продолжаем дневник последние дни прабхупады тамал кришна год с вами читаем 29 октября 1977 года рано утром шила правопада поговорил на бенгалии сначала с баванандой махараджей а затем с бахтичару махараджей я принимаю от вас так много служения и в этом совсем положение не могу вернуть вам ничего в этом своем положении не могу вернуть вам ничего праву пада плакал пожалуйста простите меня восемь утра кавираджа пришел осмотреть шилу правопаду и прописал различные лекарства внутренности так усохли что в них уже не было ни секреции не пищеварения кожа из-за почечной недостаточности была настолько засолена что блестела это состояние бавананда назвал уремическим отравлением одна почка была чуть лучше чем другая единственный вид махараджи который порекомендовал кавираджа состоял из радути золота и серый мускус кастурия это ингредиент который добавляется только для усиления половой потенции каждая тола будет стоить 200 рупий если лекарство сработает мы увидим результат немедленно противном случае шила правопада вероятно расстанется с телом мы уговаривали кавираджу не возвращаться сразу к алькутту остаться ненадолго но у него было много пациентов которые зависели от него и отказывались идти к какому-либо другому кавираджи правопада как обычно отправился на парикраму он говорил бавананде махараджи самый удачливый это пуджари в этом мире есть папа есть пуня не совершай никаких грехов и не занимайся никакой благочестивой деятельностью только радха кришна сегодня распорядок для правопада был очень нерегулярным потому что он ощущал исключительную слабость и усталость он спал до пяти вечера и только тогда совершил омовение и принял первую дозу лекарства кавираджи сам готовил лекарства и пел мантры предварительно собственноручно собрав лесу нужные корни вечером сваруп дам удар об авананда махараджи я читали шили правопаде документ в котором описывались цели благотворительного фонда бактивиданте с вами правопада прокомментировал за последние 50 лет мандапу так и не построили вы можете построить йога питха бактивиданта хол правопада также утверждил джайпатаку с вами одним из своих душе приказчиков сегодня шила правопада съем почти три ложки локи раджив гупта делает корректуру бхагавадгиты на хинди и правопада сказал ему твоя жизнь успешно севон муки и джи вада у вечером правопада около часа беседовал с кавираджи 30 октября 4 утра шила правопада позвал меня и сказал я думаю что все деньги которую ты дал бриндабану он растратит по напрасну в своем бизнесе они вместе получают около 2000 руби так что пусть поют харе кришна едят и спят у него нет способностей к бизнесу ему нельзя давать ни копейки почтовые облигации опять они многоточие должны быть отданы соответствующим членам семьи потом правопада велел мне позвать в риндавана и очень строго поговорил с ним если тебя есть капитал делай что можешь сам отсюда ты больше не получишь помощи мы не будем тебе помогать не сейчас не будущем ты не бизнесмен не держи никаких помощников есть у тебя немного денег воды живи с миром живы в том доме я могу и не прожить семь лет а ты проживешь и будешь наслаждаться не надейся на будущее тебе дали тысячи рупий и не возыскались тебя даже восьми рупий вся вдовья песня они тоже получат вдовью пенсию извините вся вдовья пенсия они тоже получат вдовью пенсию я почти ничего не поняла финансовых терминах и раскладках не понял финансовых терминах и раскладках правопады написано поняла пересмотри пожалуйста в таком городе как калькутта получать две тысячи рупий жить в таком месте это не шутка какой смысл заниматься бизнесом если ты не можешь заниматься им как следует они продают по десять по двадцать тысяч богом от богом это дашина ты не можешь продать ни одного как отец я обязан защитить тебя от голода и от скитания по улицам бизнес это спекуляции на это больше денег нет бриндаван закашлялся даже здоровье у тебя не важно если ты можешь получить деньги не работает зачем тогда утруждаться бизнесом которому у тебя все равно нет способностей так шила правопада ругал своего бывшего сына позже уже перед отъездом в линдаван снова обратился к шили правопаде с просьбой дать ему денег тут шила правопада пришел в ярость я сказал нет когда он ушел правопада велел мне пред разговаривал с ммд он умен этот сын ни на что не способен он будет получать 250 рублей объясни мм таково установление вы будете контактировать непосредственно со мной когда напишешь ммд покажи письмо мне шила правопада ваш голос стал намного сильнее заметил панчатравида с вами да поможет мне кришна ответил шила правопада вы если хотите можете благословить меня вы вайшнавы если вы благословите меня я спасен у меня нет желания я хотел лишь служить движению чайтанни махапрабу это было мое единственное желание я не стремился заработать у нас были огромные возможности майя пули и бомбей пусть любой приходит туда и развивает если мы получим разрешение в министерство внутренних дел я сказал мы в вечном долгу перед вами это я в вечном долгу перед вами возразил шила правопада это воля кришны кому так служат даже родные сыновья вспомнив своих бывших сыновей он посетовал такие сыновья мошенники правопада кашляет и кашель этот нарастает в течение дня может быть потому что утром он принял микстуру хорликс отеки тоже усиливаются камераджа прописал несколько травяных препаратов рано утром он привел помощника кавераджу из рамгаджи мандира который должен будет помочь ему в изготовлении лекарства и который будет оставаться с правопада в его отсутствии кавераджа видел сон которым правопада принял лекарство и поправился поэтому он решил остаться еще на несколько дней правопада сказал мы построим йога питха бактиведанта холл и там у нас будет книжный киоск за последние пятьдесят лет этого никто не делал шик дарма ради не смог завершить эту работу вложите туда пять десять тысяч руби послужите гауранге махапрабу сколько мы получим с 10 лакха группы в месяц бавананда потрать их с умом жизнь деньги разум и речь я стар моя жизнь не многого стоит вы молоды разумны шила правопада сказал я вы обладаете полным разумом полным разумом обладает только кришна ответил он даже не на райана все исходит из кришны на обед правопада съел три ложки сукты две ложки капустного саджи и другие блюда вечером правопада попросил парад и жареных баклажанов попробовав кусочек он однако оказался отказался сказав нет вкуса жила желанные но безвкусные сок имеет вкус теперь если я смогу пить понемногу молоко я стану сильным правопада переводился сегодня вечером пересказывая содержание 14 главы здесь тоже удивительно какой 14 главы шила правопада до 13 главы включительно переводил закончил комментарии 10 песни шимадбхаматам нужно уточнить этот момент 31 октября прабупада во сколько ты заступаешь бавананда марач в час ночи прабупада до которого до 400 00 бавананда марач нет на весь день прабупада о ты так ты старший бавананда марач я жажду служения вашим стопам лотосом прабупада нет ты жаждешь служения кришне это наивысший квалификатор есть такой стих если ты жаждай служения кришне тогда у тебя не должно быть никаких материальных желаний а а если у тебя есть материальные желания тогда не служи кришне шили правопаде представили джива дасу ютаманью и махадюти прабу он поблагодарил их за то что они пришли правопада думала помощники кавираджи который приходил вчера кавираджа склоняется оставить правопаду на месте шла правопада спросил моего мнения я сказал что или кавираджа должен остаться или нам надо ехать в маяпур правопада это верное мнение какая трудность перевести меня давал кришне махараджа никакой правопада сколько времени это займет таман кришне махараджа 10 часов самое больше правопада у меня нет возражений я готов и держите меня на открытом воздухе если вы намерены ехать в маяпур то кавираджа сможет приготовить лекарство своей аптеке тамал кришне махараджа главное вы должны почувствовать эффект от применения лекарства бавананда махарадж кажется вам лучше правопада да тамал кришне махарадж я хочу видеть какие-нибудь доказательства того что вам лучше теперь вы конечно сможете сесть или повернуться правопада да это верный взгляд теперь я могу делать это сам когда пришел кавираджа я представил различные доводы об акте чару переводил убедив кавираджу мы решили остаться до послезавтра в середине прошлой ночи шила правопада вел очень интересную дискуссию правопада спросил что говорил на конференции доктор капу сваруп дам удар ответил что раньше он был последователем рамма кришны и что это влияние видно в нем и сейчас сваруп дам удар спросил можно ли приложить философию очинте беда беда татвы к жизни материи правопада сказал что да и привел пример что в атоме есть жизнь сваруп дам удар спросил можно ли и называется дживой душу которая в атоме правопада подтвердил сказал что это называется скрытое сознание материя это скрытое сознание как распускается цветочный бутон так развивается жизнь если разрушить его на ранней стадии цветок не разобьется применить очиньте беда беду можно потому что материя есть не что иное как дух форме неразвитого сознания так напомнил сваруп дам удар и говорил капу что между жизнью и материей нет разницы майавади в этом отношении пытаются найти компромисс современной наукой правопада ответил нет разница есть обе исходят из одного источника обе духовный но одна высшая энергия другая ниши сваруп дам удар продолжил эту мысль каждом теле содержится несметное количество атомов а следовательно и джив но среди этих бесчетных джив одна джива высоко развита а другие лишь помогает шила правопада процитировал бхагавад гиду 1322 после омовения правопада я читал ему письма шила правопада выпил ячменный отвар и молоко с лекарством от кашля он мочился больше чем когда-либо за все время что мы видим записи что мы ведем записи 650 миллилитров завтра начнется конференция гита прати штана на даршину приходили рама кришна баджач и шиман на район семьями вот этот шиман на район есть люди которые путают думают это на район махараджа нет это другое шиман на район семьями правопада проповедовал о громадном масштабе гиты и говорил о проповеди в южной африке поздно вечером пришел к авераджа и сказал что состояние правопада хорошо улучшается сегодня он приготовил брикка санживани аракс экстракт для оживления почек это лекарство состоит из 22 ингредиентов и перегоняемых в течение шести часов так 1 ноября я спросил шила правопаду о том какую роль должны играть его духовные братья мадова махараджа и матусудана махараджа благотворительном фонде бахти беданта с вами и шила правопада пояснил они практически не будут давать денег мы будем просто советоваться с ними они будут рекомендовать какие-то случаи ну а если они что-то внесут это будет хорошо я спросил смогут ли они занимать пост председателя или подписывать банковские счета нет руководить будем мы на практике они будут просто рекомендовать стоящие случаи понимаешь в отношении исполнения завещания правопада посоветовал не устанавливать чрезмерно строгих ограничений на пользовательные пенсии для членов его бывшей семьи они могли тратить деньги на приобретение недвижимости или вкладывать с государственные предприятия вчера правопада дал ананде праву своему духовному брату двадцать пять рублей когда я спросил для чего он это сделал правопада ответил просто чтобы дать ему что-то я здесь вспомнил не могу забыть этот инцидент на говардане один из предных спросил почему пожертвовали там два брахмана были атаки ну настроение упорно и просили от меня денег оба и не пускали дать дальше идти вот так просили просили аккуратно одеты белой одежды с оранжевыми шарфами я каждого по пятьдесят рублей дал или или в общем сто пятьдесят выпидал им твоим и этот преднам не говорит ну нам же предупредили что никому не надо жертвовать таким немножко не понимающим или укоряющим тоном и я не я не знал что сказать я просто захотел и отдал и здесь шла правопада вот этот инцидент тоже мне напомнил когда я спросил для чего он это сделал то есть отдал двадцать пять рублей своему духовную брату правопада ответил просто чтобы дать ему что-то иногда трудно объяснить что-то не все по разуму два часа ночи шила правопада имел очень живую беседу с баванандой махараджи о майя пуре причем правопада коснулся самых разнообразных тем джанани васа джабед али мусульманин который продал искону самый первый участок земли майя пуре рыба в кукуре пруду строительство его дома электричество установкой для выработки газа из гобара коровьего навоза понтонный мост между наводрипой майя пуром и дорога к храму правительство не поможет когда мы проектировали наше здание майя пуре мы не думали что она будет таким красивым а тамал кришна по поводу джабеда али правопада заметил думаю что он хороший человек у него довольно довольно земли где он живет там убивают животное насчет кукура он приказал не убивайте рыбу в пруду он удивлялся почему могу мы тяни нападали напали на нас и заметил мой дом когда он будет закончен можно будет использовать в качестве памятника правопада говорят что во все бенгали нет больше такого здания бавананда марач нет второго такого нет тамал кришна марач оборота даже лучше чем доме у губернатора правопада брат тирты мараджи говорит что оборота лучше чем во всех других храмах тамал кришна марач большое здание прямо как поезд правопада нет как два поезда шила правопада спросила гита брат и штаны чем их цель мы говорим что хотим установить эту культуру по всему миру это наша цель у них нет никакой подобной идеи позже утром правопада снова спрашивал какая цель у гита брат и штаны прошлом шила правопада как-то посещал их конференции когда я ходил туда я думал что у них есть какая-то цель дай-ка я помогу им но я не нашел никакой цели я предположил что возможно у них и нет никакой цели я так и думаю но они входят в кришна-баларам мандир это хороший признак брамананда марач доложил шили правопаде как проходит конференция он сказал что в ней принимает участие бонма ради правопада заявил что он принимает участие в ней только из соображение престижа а я поддерживаю свой престиж тем что не прихожу на нее он хотел иметь учеников европейцев но за всю свою жизнь не приобрел ни одного их гита пратиштхана не простирается дальше их пратиштханы а наша заняла весь мир где их западные ученики несколько позже правопада сказал с одной стороны нитай гаура с другой рада щама а в середине кришна-баларама здесь тоже интересно что не гаура нитай а не тай гаура сказал сила правопада это божество кришна-баларама мандира с одной стороны нитай гаура с другой рада щама а в середине кришна-баларама два брата разве не симметрично это имена божество но мы не бросаем хари-кришна мантру хари кришна-хари кришна-хари-хари-хари рама 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 это стандарт бавананда марач так пострадал ради кришны так пострадал это не должно пропасть впустую бавананда сказал вы сказали мне бомбеев что первые 18 лет после того как вы покинули дом были очень трудными но эти трудности на самом деле были достоянием дарованным кришной или дарованным кришной правопада ответил служи кришне долгой жизнью также точно и мы молимся за вашего правопада ответил бавананда правопада услышал доносящуюся из храма запись говиндам и как это часто бывало вспомнил ямуну дэви у ямуны все хорошо сколько там девушек до маленькие это хорошо на что они живут я сказал что кажется дина тарины получает пенсию они тратят ее всю они могут распространять просаду после парикрамы правопада говорил с рамакришной баджаджан шиманом нарайаной и главой ауровилля кавираджа осмотрел правопада и сказал вы можете не заботиться о своем здоровье но я буду следить чтобы вы ели только нужную пищу и принимали лекарства я вас не оставлю когда кавираджа ушел развернулась дискуссия о нынешнем лечении правопады правопада я не ощущаю многоточие я даже не ел ничего сегодня тамал кришна махарадж правопада сказал что ничего не ел сегодня бхактичару бхактичару махараджа вы днем спали шила правопада поэтому я не стал возбудить правопада нет еды совсем не было тамал кришна махарадж разве правопада не пил сегодня утром молока ячменя бхактичару да бхавананда ты говорил что он съел двенадцать ложек кичари и локи бхактичару махарадж да вы сегодня завтракали шила правопада правопада это очень мало тамал кришна махарадж да но в сравнении с другими днями вы сели столько же или даже больше но тогда давайте отложим бхавананда махарадж кавирадж объяснил что если вы останетесь здесь это будет хорошо но он и не думает что поездка майяпурь сопряжена для вас со смертельным риском тамал кришна махарадж я думаю главное в том что шила правопада что мы должны осознать что поездка дает вам возможность не сидеть тут а перейти под надзор нового кавираджи этот кавирадж назначит лекарство прежде всего нам нужно попытаться уговорить его остаться здесь но если это не получится он назначит ряд лекарств которые как он считает подходит для данного состояния но состояние естественно может измениться в любую минуту и что тогда мы будем делать правопада я отказываюсь от лекарств бхакти-чарма-махараджа но шила правопада разве вам не кажется что лекарство действует что она дает положительный результат правопада если она действует почему я не чувствую прилива сил бхакти-чарма-махарадж она действует просто нужно время прабупада это значит что я должен принимать лекарства не рискуя лучше всего занимайтесь служением и оставьте меня совсем без лекарства тамал кришна марадж два дня назад вы сказали что мы можем поехать правопада потому что я падал в обморок у меня нет сил если я каждые полчаса падаю в обморок а какой поездки можно говорить если я умру без помощи камераджи что в этом плохого если камера же не сможет остаться пусть оставить свое лекарство а сам едет ну если я стал обузой многоточие все все вместе нет никогда это мы обуза и причины вашей болезни правопада я хочу просто париками с лекарством или без лекарства тамал кришна марадж почему бы не пойти на парикаму правопада будущем все будет хорошо если я потеряю сознание умру на париками это будет славная смерть это то чего я хочу там англишна марадж обморок это не признак смерти правопада нет нет я зову смерть почему вы мне не позволяете дайте мне такую возможность одна парикрама и предоставьте меня моей собственной судьбе потому что я не ем если вы думаете что я стал обузой тамал кришна марадж вот эта дилемма как ваши ученики мы обязаны служить вам и выполнять все ваши желания но как мы можем помогать вам выполнять это желание можно мы позовем кавираджу правопада знаком дал понять что да кавираджа щупает пульс правопада измеряет давление и осматривает его давление ничего 160 вы слабые но сердце сильное в системе мало крови и от этого слабости обмороки я дам вам специальные пилюли чтобы такого не случилось дороге с медицинской точки зрения я бы посоветовал вам подождать но если вы решили ехать я вам гарантирую что ничего не случится правопада есть такая бенгалька бенгальская поговорка если ты не знаешь делать или не делать не делай так мы все сошлись на том что шила правопада должен остаться и принимать лечение кавираджи через десять дней когда правопада окрепнет кавираджа вернется за ним и заберет его в майапур до десяти часов вечера правопада ждал юриста и нотариуса которые должны были заверить договор на управление имуществом и завещание но они не пришли тогда правопада уснул все равно времени на то чтобы вносить многочисленные исправления и документы уже не оставалось джайшева так дорогие предновы прочитали с 29 октября по 1 ноября включительно 1977 года дневник тамал кришна госпами последний дни правопады спасибо вам большое джайшева правопада